Всем привет! Нет, сегодня я не буду вам рассказывать о том, что я не буду работать, но, как помните, в прошлом ролике я рассказывал вам о том, что у нас забился водопровод. А раз забился водопровод, значит, у нас не работает что? Правильно, корова! Стиральная машина у нас не работает. А вещей накопилось уже лугу-год, много всяких разных интересных. Вот, кстати, бойлер у нас какой. С бойлером я на 100% уверен, тоже что-то не так. Потому что вода из крана течет просто отвратительно. И у меня есть такое подозрение, что зимой он плохо сохраняет тепло, из-за чего он постоянно включен и все время жрет электричество. Посмотрим на этот момент подробнее этой зимой. Я, в принципе, придумал, что можно с этим сделать, как узнать, сколько ест он, сколько жирает эта гадская плита. Потому что ни с того ни с сего зимой... Потому что ни с того ни с сего... Потому что ни с того ни с сего... Сука! Я уже забыл, блядь, о чем сказать хотел. А, потому что ни с того ни с сего зимой вдруг мы начинаем тратить около 800-900... А может, не, ну тысячи киловатт ни разу вроде не было. Ну, 900 киловатт, короче, в месяц это достаточно много. При том, что мы ничего не меняем. Все, что работает летом, все оно же и работает и зимой. Что-то в этом доме начинает сжижать электричество, когда становится холодно. И я подозреваю на этот счет, во-первых, бойлер. Во-вторых, плиту. Плиту, кстати, хозяйка нам купила новую. Она уже вот стоит тут около недели, наверное. И никто ее не устанавливает. Старая покрылась трещинами и периодически перестает включаться. И мне кажется, что она как-то тоже может очень негативно влиять. Ну, как минимум, судя по ее возрасту и внешнему виду. Хотя не могу сказать, что зимой мы больше готовим, чем летом. Поэтому все-таки больше, я думаю, что виноват бойлер. Хотя, кто его знает? Может, не знаю, что еще может. Может, полтергейст. Ну и к чему я затеял весь этот базар? Работать я сегодня буду, я уже говорил. Сейчас мы встретим детей, школы, сделаем всю домашнюю возню. И я запущу стрим и озвучу ролик про скудрию, наконец-то. А сейчас, опять-таки, касательно стиральной машинки, с чего я и начинал. Вот у нас вот такой комплект. Белья, который надо постирать. И чтобы это сделать, мы воспользуемся общественной стиральной машиной. Я однажды пользовался такой, когда был в Чехии, в отпуске. Потому что в гостинице не было стиральной машины. И мы через полгорода носили вот что-то такое. И сейчас, спустя где-то, наверное, уже лет 10. Посмотрим, как это работает, и сколько это стоит, и как это быстро. Заодно вкусненько позавтракаем. А, ну еще пару слов по поводу вчерашнего стрима. Было где-то, наверное, 2 человека, я так понял, да, или 3. И это, на самом деле, по кайфу так намного удобнее, чем если бы у вас было 50. И каждый бы из этих 50 человек предлагал какой-то свой вариант, как лучше напечатать, как лучше перевести. А так, вообще, мне понравился формат. Это примерно то, чего я ожидал. 10 человек на стриме, которые будут мне указывать. Эй, Димон, ты там написал не сидение, а кресло, например. Или, эй, Димон, ты там написал не то, а это. В общем, спасибо большое всем тем, кто вчера подключился. Надеюсь, что перевод от этого хуже не стал. И веду я к тому, что, скорее всего, я такие стримы теперь буду практиковать. Наверное, и с переводами гаража Хуви, и с переводами Дага. Где жена-то уже, господи, а? Аня, ты когда выходишь, что вообще? Вот сейчас. Сколько времени? Мы детей успеем забрать? Ну, если не успеем, то продадим. Что, если не успеем, то продадим? Продадим поедем. А, кто-то один поедет. Угадайте, кто. Еще вчера я вам рассказывал про то, что здесь живет очень много цыган, и что, похоже, цыгане это мы. Очень похоже на правду. Выглядит как-то по-цыгански, нет? Да-да, мне кажется, цыгане это мы. Я обнаружил в своем Nissan Juke одну очень интересную фишку. Как видите, у нас заканчивается бензин, и когда он заканчивается, обратите внимание на маленькую интересную фишку. Он указывает сторону, с которой находится ваш бензобак. Это очень интересная фишка и особенность, которую я ни разу не встречал ни в одной Альмере, на которой я ездил до. Мы добрались до пункта А, только, по-моему, прям рядом с ним нельзя парковаться, поскольку висит знак, поэтому мы стали чуть-чуть подальше. Дальше, 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 дальше иди. Вот, смотри, справа. Да. Открыто? Да. Давай, заходим. Смотри, никого нет. Фу, никого нет. Вау, как круто. Ширальные машины. Это же музыка играет. Байя лошь, байя драйв, байя карта. Карта? У них можно купить какую-то карту, чтобы получить топ-бонусы. Поняла, на 50 стирала, 10 получила. Но я не думаю, что мы будем каждый день стирать. Карта нам точно не нужна, потому что у нас стиральная машинка сломалась ненадолго при утре. Но я вар, но все так. И скоро приедет добровольчик с длинной трубой. В общем, давай, может быть, пока ты разбираешься, я буду таскать сюда все. Принеси сначала то, что лежит на заднем сиденье, нескольких пакетов. Ну, договорились. Мне пофигу, я, короче, сейчас запаркуюсь рядом, перекину все туда и потом поставлю машину в положенное место. Потому что иначе я просто устану туда ходить, это какая-то жесть и дикий кошмар. Блин, я запарковался прямо под знаком, короче, где парковаться нельзя. Аня никак не может понять, что делать. Я не понимаю, как правильно сделать. Сейчас я перепаркую машину, и мы разберемся, да? Блин, а через пару часов еще надо детей из школы забирать. Надеюсь, мы успеем разобраться, как эта ерунда работает. Как успехи? Мне кажется, у тебя неплохо получается. Пакеты главные, клади туда сразу. Естественно. Без пакетов хуже стирается, я слышал. Хватит! Хочешь дома такой огромный уметь? Да. Но это только после того, как к нам придет водопроводчик с огромной трубой. Ага. Смотри, что еще тут есть. Может, тебе понадобится? Во. Да, понадобится. Да? Да. Блин, я пушу. Мне кажется, очень хорошая вещь. Огнетушитель есть. Может, тебе салфеточку? Не нужно? А здесь что, можно животных стирать? Не хотите постирать вашу киску? Мы знаем где. Как понять, сколько ее можно заполнять? Наверняка там где-то какие-то килограммы будут написаны. Напихивай по полной, короче. Сломаем сейчас, и вообще все нормально будет. Я самое главное не снял. Цены. Это цены? Маленькая стирка. 4,90. Большая 8,50. Супер большая 9,90. Мы стираем за 9,90. Супер большую стиральную машину взяли. В общем, я дома всегда использую Cotton 40. Значит, и тут надо. Как это? Чем это? Тут вот прямо. Роба 60 нажала. Одежда за 60. Внимание, вопрос. Реализар пагу. А, это надо и прийти туда. Надо начать с пагу, да, наверное. Надо начать с платежа. Вот что дальше? Confirm. This select product on machine. Теперь выбери. Что выберет? Да? Да. А давай нажму включи. Да, это кнопка, наверное, нарисована. Вот кэш прайс появился, да? Вот это сюда, и он и был. Что? Убери. Надо выбрать. Так, это выбрать, как? Post. Post это вот эта штука. Ооо. Я нажала X-large. Post. И вставляешь чипу. Блин, я не знаю пин. Сейчас мне надо его искать. Все, подтверждено. Транзакция проведена, да? Спасибо большое. Почему ты чайки никогда не берешь? О-оу. Что? Я не знаю. Может, это нажать? Ну, попробуй нажми. А, вот старт стал. Да. Ну, подожди, а с этим что делать? Я это тоже хочу поставить. А ты перепарковал нормальную машину? Да. Ну, запускай быстрее, а то мы не позавтракаем никогда. Аня решила, что можно все-таки принести весь цыганский пакет. И вроде как он уместится и влезет. Наконец-то в нашем багажнике не будет никакой цыганщины. Ну-ка. Коп. Куда она это хочет запихнуть, господи? Казалось, что уместится. Казалось, уместится, значит, уместится. Идем дальше. В стирально-машинную. В стирально-машинную. Как это место по-русски называется? Прачечная. Да. Или это жесть такая? Да давай же по жести, давай. А если мы что-то тут сломаем? Они починят. У тебя откуда приехали? Из России или из Литвы, я не понимаю? Напихивай по полной давай. Не влезет, не-ка. Вот. Это как у нас дома. Вот сюда влезет. Не будем больше. Вы раз в чайбе. Не, определенно, цыгане в этом округе это именно мы. И, наверное, нас таких много. И про нас все рассказывают, что плохие районы, где живут цыгане. Я, честно говоря, кушать уже хочу. Как это все дорого вообще, нет? Ну да. За воду мы платим меньше. Ладно, раз уже приехали, один раз делали. Не, ну правда, а в чем смысл тогда таких штук? Выйду пока на улицу, заценить, какая погодка у нас хорошая. И, собственно говоря, так круглый год практически. А у вас там, наверное, уже снег первый выпал, да? После того, как все постирается, нужно же еще и все посушить. Ну и типа как-то вот так выглядят цены на сушку, я так понимаю. За большую евро 90, а за супер большую 2,90. А мне кажется, они одинаковые. Или где-то есть еще супер большая. Супер большая сушка, ты где? А, вот она. Ах, вот ты где, спрятая, спасли, гигантская. Это сушка, да? Похоже, что да, да. Видишь, тут по-другому. Да, да, тут все по-другому, все иначе. Факин сушка. Работай, машина, работай. Никакого восстания машины. Слушай, а вот это, может, можно оставить? Оставь, попробуй. А где? Ну, не знаю, положи где-нибудь, вон, не знаю, он на столе. Вот и проверим, останется он тут лежать или его уградет какой-нибудь цыган. Ну, положи его просто сверху на стол. Или где-нибудь сбоку, вот сюда, да. Вот мы узнаем, украдут его или нет. Сколько цыган в этом районе. Я проходил, у меня прям руки зачесали. Ой, пакеты. Ты меня тоже будешь снимать, да? Видеоблоги 5000. Мы запрыгнули одну машину и еще две. То есть это нам обошлось в 9 умножить на 3. Ааа, 27 евро. Это без сушки. Тридцатка, короче, будет, да? Это за какой промежуток времени набралось? Ой, за две недели. Блин, мне не нравится, что машина вообще-то наша тоже на желтой полосе стоит. Но вообще-то там всегда все паркуются. А где мы будем кушать? Не знаю. Фишн чипс? Может, вот тут? В кебабе? А тут близко фишн чипс. Да, близко, на машине вообще рядом. Ну, короче, идем в фишн чипс, да? Да, твое любимое. Мое любимое, да. Я там почти каждый день завтракаю. Ну, блин, почти каждый день я завтракаю дома. Но иногда я завтракаю и там. Интересно, будет у них сегодня малибу? Я думаю, обязательно должно быть. Потому что в последний раз, когда я приезжал и спрашивал, ребята, у вас есть малибу-колок? Все-таки захлопали в ладоши. Е-е-е, сегодня у нас есть. Значит, я думаю, и сегодня будет. Вряд ли за пару дней кто-то его выпил, да? Я могу опустить вот эту штуку. Да, так можно? Можно, но только с двумя руками. Ладно, теперь главное, чтобы нас быстро отслужили. По-моему, этого не произойдет. Можно как-то ускорить процесс? Давай сейчас бегаю туда. Внутри. Внутри. Да. Мы немного в хари. Да. Малибу-коло. Малибу-коло, да? Да, и маленький английский. Это для меня и для моей семьи. Ты можешь говорить по-испански. Пое-де-саблаз испаньон. Пое-де-саблаз? Пое-де-саблаз. Пое-де-саблаз испаньон. Пердона. Начинается. Я не помню, что я хотела. Что-то хотела бы еще раз очень сильно. Я не могу снимать тебя, нет проблем. А, угу. Напиток не нужен тебе? Нужен тебе. А, спасибо. Спасибо большое. Кто-то там смеется, кто-то там до мной? Нет. Никто не смеется. Потому что я использовал ваш совет по поводу холка. Я нагрел два пальца и как-то было сказано в комментарии. Больше у меня из головы ничего не торчит. Ну, вообще, постричься надо сбегать. Эх, Эли Эли, когда же я тебе позвоню? Блин, там теперь все равно прозрачная. Вот эта штука через нее светит солнце. Как тебе угодить-то, господи, а? Эй. Ты что? What are you doing? Ну, да, хватит. Эй, don't touch my drinks anymore, please. Эй. Эй, перестань, что ты делаешь? Ну, зачем ты сделал? Ты просто льел на стол. Блин, я думал, умещается, на самом деле, как раз все четко. Ты еще отлила у меня, типа, лишнего, да? Видишь, что все умещалось прям, блям? А в этот раз что-то пошло не так. А нам даже еще салфеток не принесли, да? Ты нашла свое место в этой жизни, в этом ресторане, на этом стуле. И ничего лучше ты не можешь придумать себе, чем сейчас, да? Ты находишься в состоянии дзен? Да. Скажи это по-испански. Я в состоянии дзен. Я в состоянии дзен, нет? Да. Я в состоянии дзен, да, корректно. Перфекто. Очень хорошо. Эти все слова, которые я могу говорить. Эти все слова... Эти все слова... Эти все слова... Эти все слова, которые я могу говорить. Что я могу сказать? Действие. Действие? Я могу сказать. Ну, я же чурка и цыган. Забыли, что ли? Как цыган будет по-испански? Хитано. Хитано. Сой Хитано. Один с минут назад перестала работать наша машина. Господи, наша машина перестала работать один с назад. Один с минут назад. Я надеюсь, ты говоришь про стиральную машину, да? Да, стиральную. Бери вот это с собой. Сейчас мы это упакуем в коробочку, заплатим на кассе и побежим за стиральной машиной. А еще мы опаздываем к детям. Нужно торопиться. Спасибо большое. Один с минуты. Начинаем. Спасибо большое. До свидания. Удачи. 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 Блин, мы доехали, короче, до стиральных машин. И жена решила открыть дверь в столб. Нет, вроде безопасно открыла она дверь в столб. Никаких повреждений не наблюдаю. Комната с стиральными машинами. Очень важный, 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 важный очень момент, который существует в Тревехе. Все, кто любит шоу-гелл, приезжайте к нам на отдых. Я вам подскажу, что, куда и как. Я профессионал в этой теме. Блин, тут музыка играет, как будто мы на каком-то космическом корабле летим, да? До конца полета осталось 32 года. Я люблю женщин за работой. Ты мне помохнуть. Как этим помочь? Все загрузить вот сюда. Вот, помогай. Ты ничего не делаешь. Я делаю половину. Ты кладешь, а я говорю, вот. Вот, чтобы не было. И все не влезет. Мы лучше вот эти... Мне не нравится буква F, она как будто бы нас отсылает куда-то. Но она тут большая просто. Тут еще и большая. Большая сушилка, говорю. Сюда больше влезет, чем другие. Факин биг сушилка, типа, или что ты хочешь сказать? Да, точно. О, кстати, сумки наши не украли, цыганские. Хорошие сумки из Икей. Почему не украли, не знаю. Я бы спер. Для тех, кто совсем тупой, это само собой шутка была, ничего бы я не спер. Ну, шея девяно. Типа, с картой было бы дешевле все. Думаю, не будем больше сюда ходить. Наверняка же есть в Испании водопроводчики с длинными трубами. Вроде она славится такими. 40 минут ставлю, да? Значит, 14-46 будет готов. Эх, люблю посидеть, посмотреть, как стиральная машина крутится. В прошлой жизни я был кот, звали меня Борис. Вот было, сидел, я смотрел, как крутится эта машина дьявольская. А какую мы выставим? Температура альта, температура медиа. Ну, наверное, вот посерединке, да? Блин, я вообще не шарю, я ни разу в жизни не стирал. Блин, большая стирка, вообще ничего не шарю, что происходит. Но, походу, мне надо вот эти вот подушечки сейчас в машину уже нести, да? А можно я посижу, посмотрю здесь, а ты пока будешь дела свои делать? Ну, я имею в виду, там за детьми съездишь. А, серьезно? Да, что-то надо заправиться еще, да? А я посижу, просто посмотрю. Ну, а, кстати, вот эта BMW мне вполне нравится. Но только это не S-версия. Я окончательно запутался, куда мы теперь едем? За детьми. О, за детьми, наконец-то. Bye-bye. Я оставил жену встречать детей. Дети, кстати, приезжают домой на автобусе, их из школы возят на автобусе. Я не помню, скорее всего, никогда никому об этом не рассказывал. А так сделано из-за того, что школа находится более чем, по-моему, восьми километров от нашего дома. И если люди попадают в такую ситуацию, что их учебное заведение находится так далеко, то школа обязана предоставить автобус, на котором детей будут с утра забирать в школу, а вечером привозить из школы. Вот моя супруга сейчас стоит на автобусной остановке и ожидает прибытия автобуса. А я на всех ногах бегу домой, потому что сегодня получилось так, что я забыл взять с собой свою... Блядь, опять этот хохолок. Как вы там про два пальца рассказывали? А я бегу домой со всех ног из-за того, что я с утра забыл взять с собой свою вредную привычку. И мне необходимо исполнить мой ритуал как можно быстрее. Иначе я... Не знаю. Не знаю, что будет иначе. Я недавно говорил с парнем, он говорит, что он, когда такой ритуал не исполняет, у него начинает голова болеть, желудок крутить. Нет, у меня такого нет. Мне просто хочется, хочется. Хожу, кричу, людей пугаю. Хочется? Что это заерало вообще? Там на соседнем грильце люди аж немного подпрыгнули после моего... Хочется! Блин. Красивенько у нас. Вот такие дома, как в котором мы живем, это что-то типа 140-150 косарей в хорошем состоянии. В дерьмовом состоянии, я думаю, можно взять и за 100, за 110 косарей евро, я имею в виду. С бассейном, с большой площадью 200. Это вот я говорю про такие желтенькие дома. Они почти все одинаковые, но у них разные площади, территория. И от этого зависит цена. Наш дом номер 13. Может быть, из-за этого он стоит еще дешевле. Я не знаю, влияет ли эта цифра дьявола на цену. Неважно. Так вот, пока я удовлетворяю свою вредную привычку, как и прошлый раз за этим столом, я еще раз вам расскажу, чем нелегальный, ну или даже, может быть, легальный эмигрант, в принципе, может заниматься на Коста-Бланке, на побережье, около моря. Уборка квартир. Мужчины, женщины, кто угодно. Уборка. Причем за уборку платят что-то в районе 8, может быть, даже 10 евро за час. В принципе, здесь это получается не очень большие деньги, даже если вы будете работать, там, не знаю, по 6 часов в день. 6 часов в день это 48 евро за рабочую смену, да? Будем считать 50. За 5 дней это 250 евро. 2 недели это 500. Месяц это косарь. На косарь одному можно уже вполне жить. Это при учете, что вы работаете 6 часов в день, 5 дней в неделю. Но летом, в принципе, в сезон, я думаю, загруженность примерно такая. Квартиры нужно только убирать и убирать, потому что туристы приезжают, туристы уезжают. Уборщиков, в принципе, берут где угодно и как угодно их. Их никто не оформляет, они просто приходят, уходят, убираются. Можно, в конце концов, самому уходить и предлагать свои услуги по уборке домов. Чтобы кого-то полиция дернула за что-то подобное, я тоже ни разу пока здесь не слышал. Слышал только кучу историй про мошенников, которые обещают, что мы будем за вашей квартирой ухаживать, будем вашу квартиру чистить и мыть, будем за ней смотреть, чтобы никто в нее не влез. А потом, когда хозяин приезжает спустя, там, не знаю, год, следующим летом обнаруживается, что в его квартире живут какие-то цыгане. Что самое ужасное, этих цыган оттуда потом хрен выселишь, особенно если у них есть дети, потому что по закону семью с детьми из дома просто так выгнать на улицу никакого варианта. Но все, конечно, как-то решается через суд. Суд длится очень долго, год, два, может, три года длиться. Зависит от ситуации и в какой дом вы влезли. Про влазение домов я как-нибудь расскажу в одном из других выпусков. Я думаю, этим летом ко мне, возможно, приедет в гости один мой друг. Я думаю, не буду показывать его лицо, потому что, наверное, он не хочет, чтобы кто-либо узнал о том, что он сквозер и сквозит дома. Но вот он, я думаю, мог бы очень интересно рассказать, как это делается, все юридические аспекты, откуда он берет электричество и чем он вообще занимается в таких засквозченных домах. Но это будет не в этом ролике. Сегодня я вам рассказал, что если вы приехали в Испанию, то второй вариант, как заработать денег, это идти работать уборщиком. Ну, или уборщицей. А то недавно один парень написал мне в Телеграм, что, мол, он уже чувствует, что он готов переехать, ему не нравятся времена, он чего-то там боится, брать в руки автоматы, всякое такое, и он чувствует, что ему пора уже куда-то валить. И какие его перспективы здесь найти работу? По-моему... А, еще я уточню, что раньше он работал в, насколько я понял, в представительстве какой-то иностранной марки автомобилей. Я не помню. По-моему, где-то в Ваге. Я не успел уточнить продажником, ли он работал. Но если он работал продажником, то вариантов найти здесь работу продажником автомобилей, не зная языка, с русским паспортом и просто сюда приехав, это... Нет, это нереально. А вот работу уборщиком найти намного реальнее. Короче, я закончил свои дела, связанные с вредными привычками. И, честно говоря, немного запутался, что мне дальше-то делать. Насколько я понимаю, мне нужно идти обратно на автобусную остановку, где жена встречает детей, потому что дальше мы поедем забирать вещи, которые сейчас сушатся в той огромной стиральной машинке. Надеюсь, я сделал правильный выбор и иду в правильную сторону. Оп, соседи смотрят на меня как на идиота. Ну, значит, я молодец. Ай, черный красавец. Да, похоже, что я угадал порядок действий. Дети уже здесь? Конфеты тебе дали? В школе? Надеюсь, нашими вещами все в порядке. Я поставила 40 минут сушки и, надеюсь, ничего страшного не случится. Я думаю, что наши вещи разорвало в клочья. Мы сейчас придем собирать оттуда маленькие тряпочки. Надо торопиться, Аня. Блин, я забыл взять влажные салфетки. Теперь у всех будут жирные руки. Жирные руки означают жирные сидения. Ах, как это больно. Все четко? Одна-две минуты, может. А вот это наша сушка. Мы заняли три стиральных машины. Мы перестирали все. Убери камеру. Все перестирали. Все перестирали. А ощущение, что я смотрю куда-то туда, а на самом деле я смотрю в камеру. Типа. Сушилкой получилось чуть-чуть неудачно. Позже расскажу, почему. Сейчас едем на заправку. Потому что, как я уже и рассказывал, личок бензобака находится справа сзади. И это очень интересная фишка и особенность, а также отличное внимание к деталям. Вот, собственно, мы и прибыли на заправку. Сейчас заправимся 98-м. Будем лететь как ракета. Это только на этот, что ли? А, да. Ты хочешь сказать, на Ultimate нету скидки? Бритиш Петрулиума. Также здесь можно купить путинский газ. А вот тут уже готовят путинские дрова. Дрован расхват. Если не выстает, то не выстает. Все, все, все. Я пойду, граба, нет проблем. Сама, не тупари. Сама, не тупари. Ладно, ладно. Я мимо иду. Короче, людей явно раздражает, что я вокруг тут с камеры хожу и всех снимаю. Заполняемся до полного. Вроде как моя жена сказала, что так будет намного дешевле. Да? Я не знаю. Будет дешевле? Не знаю, сейчас посмотрим. Ну, он расходуется медленнее, типа. Да. Да, да. Супер 98-й. Еще машина быстрее будет ехать. Ну, конечно, да. Или нет? Не выговорят так. Но я думаю, нет. Ну, он не может быть. Двигатель будет более чистый. Я ничего не признешь. Да? Да. Да. Страшные цены, хочу показать. Пока тут 40, только евро. Нет, да. Как сказать, что в России уже деньги можно добавить 5 маркетингов? Да. Ты почему не знаешь, как заправить? Я не знаю, как заправить. А как будет заправить трусы? Тоже не знаешь? Это важное знание. 78 евро, полный бак. Подожди, сейчас будут какие-то слить. Сейчас еще чек покажем. Да, в чеке будет другая цифра. Ну, и в итоге мы заплатили... 60 евро за все в итоге. Да, а не 78. Это какая-то королевская скидка с каждого литра бензина, и они списывают сколько-то центов. После того, как начали подниматься цены на бензин, люди вышли на улицу и начали крупный буль, сжигать машины, кричать, ругаться, разбрасываться арматурами, перекрывать трассы. И в итоге король издал лука, что теперь с каждого литра бензина вычитается такая-то сумма. И поэтому вместо скольких? 76-78, да? Да. Мы заплатили всего лишь 60. Вот такие дела. Ладно, ехать пора, да? Опаздываем? Да, мы опаздываем. Явно что-то идет не по плану. Жена поставила неправильную температуру во время сушки, поэтому вещи остались немного влажными. Это значит, что их нужно развешивать. А при всем при этом, детей нужно срочно везти на дополнительные занятия. А я планировал сейчас быстренько свести этот блог. Блог, влог, видеоблог. И сесть запустить стрим с озвучкой роликов Раскудырия. Ну, похоже, что вместо этого дети с женой сейчас поедут на дополнительные занятия. А мне придется развешивать вещи. Ну, ничего, вы весело посмотрите, как мужчина развешивает вещи. Ха-ха, очень весело, да. Ну что, ты сама все отнесешься, да? Я, конечно. Давай ты будешь носить, а я буду видеоблог снимать. Быстрее, мы опаздываем. Как же я люблю свою жену. Даже в самых трудных обстоятельствах, в самые трудные времена, когда все очень сильно опаздывают, когда совсем нет никакого времени, она не позволит мне развешивать вещи. Конечно, позволит. Сделает все сама. Конечно, ты будешь сейчас это делать. Но просто этого так много, что это нереально сделать одному. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, это кошмар какой-то. Я думаю, после всего виденного вопросов касательно того, кого в Испании называют цыганами, остаться у вас не должно. Тут еще до хрена чего разъяшивать на самом деле. Но это я уже снимать не буду. Блин, я должен был сейчас стрим запустить. Ах, я сейчас потратил на все это говно, наверное. Не совру, минут сорок как минимум, а может быть даже и целый час. Бля, это какой-то трешак вообще. Я не должен этим заниматься, да? Обычно этим занимается женщина. Разве я не прав? А я должен, блядь, был запустить стрим. Новый ролик. Это еще не все. Еще вот тут на улице смотри. Вот. Я понавешал. А самое приятное будет в самом конце. Когда она вернется и даже не скажет мне никакого спасибо, а скорее всего она начнет на меня орать. Ой, Дима, это ты не так повесил. Ой, Дима, ну почему это висит здесь? Ой, что же ты наделал? Сейчас времени на это потратил, а? Хоть бы спасибо мне сказал. Ну ладно, может скажет еще, кто его знает. Только в этом видео вы, наверное, этого уже не увидите. Потому что я все-таки сейчас чуть-чуть передохну и запущу стрим, потому что как раз дома никого нет, тишина, дети на занятиях, можно работать с микрофоном. Причем времени у меня очень мало. Блин. Я хотел бы еще сначала смонтировать этот видеоблог. Наверное, минут 30 на это уйдет. Загружу, значит, сейчас этот видос и запущу стрим с озвучкой. Что мы там озвучиваем уже? Я вообще вылетел у меня из головы. 430-я Феррари Скудери. Адьос!